Благодарность. Ну и соотечественники, которые прибыли с разных стран и проработали здесь, между Российской Федерацией и Чешской Республикой есть договоренность и договор подписан о двойном гражданстве и о предоставлении пенсии. Поэтому если пенсия наступила у человека, а он не проработал здесь 32 года, все равно ему будет оказана эта пенсия, она будет рассчитана. Если она составляет меньше 12 500, а это прожиточный минимум в Чешской Республике, то ему будет доплата еще и социальная пенсия. По возрасту есть и социальная помощь. Так что 12 500 прожиточный минимум с 1 января 2018 года вылечили. Нет обязательной армии, только контрактная армия, поэтому ребята не боятся, никуда они тут не бегут. Вообще стремятся в армию, а еще бы не стремились, если зарплата 3000 евро. Берут в армию до 35 лет. Отбор как в МГИМО и действительно большой конкурс. Я вам скажу, что конкурс учитывает, чтобы ты имел не меньше в армию бакалавра. Это 3 года, да? Бакалавра. Желательно спортсмен, желательно женатый. Без вредных привычек. На службе запрещено курить и разбивать пиво, ничего нельзя. Ни в какие звездочки обмывать нельзя вообще ничего. Думаю, что больше делать. Но чтобы на службе даже тебя секретно не видели, да? Без татуировок. Такие особенности. Ну и, наверное, не удивлю, скажу, что нормальная ориентация. Да? Это тоже учитывается. Вот. Это все учитывается при поступлении в армию. Только два вида войск. Это сухопутный и авиация. Ну и чешская армия, она сегодня наблюдательная, она не воюющая. Поэтому, как бы, кто по контракту хочет попасть в эти страны Афганистан, там все, пожалуйста, по контракту подписывай контракт и решай. А так, конечно, не будет. Вот поэтому, конечно, у нас в странный порядок хороших квартир. Предоставляются и детские сады, и отпуск хорошие. Допада замечает. Допада, я думаю, что туда стремятся. И вот сейчас мы проезжаем с вами с правой стороны. Как не видно, там пустошь началась, потому что здесь добывают бурый уголь. Здесь находится открытый буроугольный бассейн, карьер. Уголь добывают после войны уже 70 лет. Ну и раз он здесь есть, то нужно уже закончить эту выработку. Правильно? По этой причине пока что вокруг неизвестно, но стоит здесь Соколовская ТЭЦ, которая снабжает наши полинологические центры электроэнергией. Вот именно отсюда, из города Сополова. Не видим, мы сейчас идут ТЭЦ, она справа тоже. И вот работающая на городе Угле. Поэтому в Карлово-Вары, в наши отели, и в город Карлово-Вары поступает электричество. Вот именно отсюда, уволь, не видно. Карьер будет засыпан, но, наверное, он будет лишь... Его глубина 74 метра, относительная глубина. По береговой линии 12 километров. По диагонали почти 6 километров. Это прекрасное озеро. Поэтому, конечно, когда выберут весь этот карьер, и бурой уголь, то зальет. Зальет это прекрасная зона отдыха, купания, рекреации. Поставят здесь какие-то отели, какие-то парусники, наверное, по воде ходить. Увидим, не знаю, пока еще, только еще, вот заканчивают эту выводку. Ну и, конечно, этот ТЭЦ перейдет, наверное, на газовое топливо. Тем более, что сейчас идет Северный поток сюда пошел. Конечно, газ поступает из Российской Федерации в Черскую Республику Европу. И сейчас обсуждается другой вопрос. Поставка газа из Казахстана. Я слышала, что только это в проекте пока. Ну, увидим, посмотрим, называется. И топливо. Топливо, которое сейчас легко реагирует на цену нефти. Потому что на первом месте это Саудовская Аравия. Поставки оттуда. На втором месте норвежская нефть. И на третьем месте это нефть, а Российская Федерация поступает сюда. Так что вот, какие три страны. Вот они, ЛЭП, которые тянутся от этой, с правой стороны ТЭЦ. Ну, а это автобанк, который называется Виа Каролина. Переходим к истории. Виа Каролина. Каролина – королева. А Виа – дорога королей по-итальянски. Дорога королей. Очень много позаимствовала Европа латинский язык. Латинский язык идет из Рима, из западной цивилизации, да, Римской империи. И поэтому здесь очень много таких слов мы встретим. Но с этими всеми веками сюда же прибыли еще славянские народы. И поэтому вот этот симбиоз германоговорящих, латиноговорящих, славяноговорящих. Вот здесь, конечно, такое вот идет смешение этих народов за эти века. Пятый, шестой век. Сюда прибыло славянское поселение. Отсюда название Чехия, потому что привело это племя боевода Чех. И это было начало Праги. Ну, это мы поговорим уже о Чехах, конкретно о славянах. В воскресенье, когда в Прагу поедем. Поэтому это славянское государство. Ну, а куда мы с вами едем? Это германоговорящие. Вообще слово германцы, это придумал Юлий Цезарь. Это первый век до нашей эры, когда, если вы помните, тут эти кельты. Тут такие кельты. Кельты сегодня проживают на севере этой Ирландии. Есть кельтская музыка, кельтская традиция. А где кельты? Оказывается, кельтами называли всех европейцев. Раньше не было деления на эти барваров, вандалов, ботов, эсготов, маркоманов, алиманов, такого только не было, франков. Кельты. Европейцы по-нашему сегодня. Вот эти кельты заселяли эту территорию. И в первом веке до нашей эры они пошли на юг. Они пошли на юг. Они пошли к той цивилизации. Они пошли на Рим. Рим и хотели его основать и освоить, и разрушить, и свою власть устроить, и так далее. Так что вот это племя кельтов, оно идет на юг и сжигает, разрушает. Чем помогло победа? Только численно состав. Количество. Ну и потом, эта римская империя, она идет уже против этих кельтов. И в первом веке сюда приходят войска Марка Аврелия. И они строят крепости. И чем дальше на север, тем лучше. И так римляне изгоняют их по свояси. Потом уже были маркоманы, которые опять пытались притебрить. Их опять изгоняли. И вот именно германцы, впервые Юлий Цезарь использует это слово германцы. Когда он переходил через Рейн, немецкий Рейн, строил мост, то он видит, что на другом берегу реки Рейн. А он строил мост. Но до сих пор ученые не знают, как это вообще определить. Как это можно было через километровый Рейн, ширину Рейна, да, широчатый Рейн, построить мост за две недели. Вот при той технике, которая была тогда у Рейна. А не просто мост. Это должны быть пройти лошади, телеги. А все эти войны и лошади в доспехах, в этих латах и так далее металлических. То есть тяжелая техника, оборужение, катапульты надо было. Вот как Юлий Цезарь построил мост через Рейн? До сих пор загадка. Сегодня при тех условиях, которые были раньше, да, ну мост построили бы современные люди, ну, может быть, за три-четыре месяца, может быть, за две недели. Другое интересное, что Юлий Цезарь видел то племя, которое стояло на другом стороне реки. И он пишет в своих хрониках, он вел хронику. На другом берегу реки стоит некое племя в допотопных одеждах, имеется в виду, это были шкуры лесных зверей, и с допотопными орудиями войны. То есть наконечники, что-то такое допотопное, да, от каменного века. Но самое другое, он их называет германцы, потому что этноним герр переводится как рычащий, воющий, кричащий. Они пугающие, выли, так кричали против этих римлян, хоть чем-то хотели их испугать, вот как настоящие, да, хищники. И вот этноним рычащий, кричащий переводится сегодня как германцы. Вот откуда пошло это название. Вы знаете, что самое интересное? Исторический факультет немножко дал-то знание, да? И какой сделает вывод историки, что славянские племена, они еще не изменятся сегодня, они занимают пустошь, они никому не нужной территории заселят. Правда, сегодня уже нет белых, так сказать, пятен на нашей планете. Но, тем не менее, раньше славяне заселяли то, что было свободно. Пусть это будет холодно, неуютно, неплодородно и так далее, но они искали эти пустоши и заселяли их. В свою очередь, германцы, эти самые кельты, они занимали чужие территории. А зачем работать, если можно занять чужую территорию, подчинить ее себе, пускай они дань платят, и пускай эти люди будут их вассалами, рабами, там, или еще кем, и так далее. Вот это почему-то за эти века тенденция никак не исчезает, да? Вот как-то она все сохраняется, одно и то же, одно и то же. Первая мировая, вторая мировая, опять германцы куда-то идут. Что-то они там завоевывают вечно на чужих территориях. И так далее. Вот такая тенденция, да, интересная. Ну и здесь все эти племена, которые появились на территории Европы, они были языческими. Вообще все наши предки, наши предки, они были языческими. Язычество — это вера в множество богов, это в сами знания. Все, что я сейчас не рассказываю, это все постепенно я подвожу вас к бамбергам. Не случайно. В Европе все связано. И вот эти языческие племена, которые здесь проживали, они верили в множество богов, ставили этих богов, сделанных, высеченных из камня, из дерева, на высоких капищах, в горах. И туда к ним, этим богам, приносили жертвоприношения. Да, это было торжественно, это было величественно, под удары каких-то там барабанов и так далее. И вот они эти жертвы носили к этим богам, к этим идолам. А чтобы было солнце, чтобы было плодородие, бог дождя, бог там мальчики, чтобы рождались, потому что рабочая сила нужна, и войны нужны. И вот к этим богам носили человеческое жертвоприношение. Язычество. Язычество имело шаманство, оно имело многоженство.